Приветствую вас, Анна. Я, наверное, обращу вас внимание на некоторые детали, которые мне показались важными, в том, что вы написали. Во-первых, любовь следует отличать от ревности, и понимать, что вещи это разные. Понятно, что ревность возникает только тогда, когда человек имеет какое-то значение для другого. Но есть ли связь между значением и любовью? Большой вопрос. И ее нет. Этой связи нет. В чистом виде такая любовь, конечно, почти не встречается. Если встречается, то очень редко. Но, тем не менее, ревность и любовь – вещи разные. И то, что человек о вас заботится в контексте ревности, ну, уже вызывает сомнения в том, а захочет ли она вас заботиться, если не будет ревноваться. и не будет ревноваться. И тут, как бы, ну, это вопрос… Понимаете, этот вопрос, он неприятный, но он, ам… как бы… нужен. Он нужен. Он нужен, чтобы… понимать, что дальше вас ждет. Это первое. Второе. Любовь не боится потерь. То есть, если вы человека любите, и вы видите, что он, например, вас ревнует, то совершенно очевидно, что человек несчастлив. Ну, просто несчастлив, слабо. И действительно, можно его отпустить. Будет грустно, но не будет страха потери. Вы пишите в свою очередь, что я знаю, что все будет потеряно. Что все будет потеряно. Для кого будет потеряно. К любви это, опять же, отношения не имеет, потому что здесь вы говорите о себе. Ну, если вы про себя говорите. Если вы про себя. Дальше. Мужчина начал потихоньку меняться. Говорите вы. ревность. Но идёт ли работа над собой? Идут ли внутренние изменения? Или человек просто корректирует своё поведение с вами? А знаете ли вы причины ревности? Знаете ли вы, почему возникает ревность? Что делает человек с этими причинами? Ну, вот отнимаете, условно говоря, вы. У него одну возможность реализовывать свои страхи. К примеру. Да? одну возможность проявлять свои конфликты. Свои противоречия. Сбрасывать напряжение от этого. Этого теперь не будет. Допустим. Но появится что-то другое. В таком случае. появится что-то другое. Так и решить ли это проблему вашу? На мой взгляд конечно же нет. Как не решить эту проблему и молодого человека. Поэтому его изменения ничего не значат. имеет смысл обратиться ему на терапию к психологу для того, чтобы поработать. Поработать именно с тем, что является основанием для ревности. Это имеет смысл. изменения и перемены никакого значения не несут. Дальше. Вы говорите. что устал устал от вот этих историй. Что ну что мужчина так себя ведет. С одной стороны вроде бы вас понять можно с другой стороны можно предположить что вас задевает как-то то, что человек делает. Если вас, извините, задевает, то нужно разобраться что именно задевает, как задевает, чем задевает, почему задевает и прочее. Это очень важная вещь. дальше. Вы говорите. Как все это выдержать и не расстаться. Вот у меня есть ощущение такое, что вы здесь цель преследуете. Не человека счастливым сделать, что является основной мотивацией находиться в отношении. а для себя стоит получить. И терять вы не хотите то, что мужчина вам дает. Это вас делает зависимым. Это делает вас зависимым. Так же, как зависим ваш молодой человек. Зависим от вас. Зависим от своей ревности. Но это зависимость. и ревнует он вас не просто так. Потому что вы неудовлетворены, скорее всего, полностью в отношениях. И интуитивно мужчина чувствует, что эту неудовлетворенность вы можете попытаться реализовать. В том числе и другим мужчинам. Нет. Это не значит, что вы действительно изменяете. Я не говорю, что вы изменяете. Не реклиминирую вам это. Я не говорю, что вы думаете о том, чтобы изменить, что вы готовы на это. Нет. Я хочу сказать, что вы неудовлетворены. Ревнивец чувствует неудовлетворенность партнера. Даже налейший за счет своей неуверенности в себе. И именно это, то, что вы неудовлетворены, то, что вы в чем-то сомневаетесь, то, что вы негармонично где-то дает повод ревновать вашему мужчине. Понятно, что повод не один. Помимо вас есть еще причины, есть еще основания для того, чтобы это делать. Но это одна из причин. И мне кажется, что в первую очередь вам нужно спросить себя, для чего я хочу в этих отношениях быть. Если я люблю человека, что я не хочу терять? Потому что любовь потерять нельзя. Если я устаю, то от чего я устаю? Как меня это задевает? Начать больше думать о себе, заботиться о себе. молодому молодому человеку нужна помощь специалице. Его собственные изменения ничему не приведут. Проблемы внутренние это не решит. Это сделает его еще более тяжелым общением. Да, может быть ревностей не будет. Да, может быть скандалов связанных с ревностей не будет. Но будет что-то другое. И самое главное, что вам нужно понять, что древний человек очень близко допускает до себя идею вранья, измен, скрытности, двойного дна, двойной жизни и прочее. Представляете? Скажем так, человек стыда и этот стыд будет проявляться не только в этом. Если вы любите человека, если вы заинтересованы в том, чтобы был счастлив, если вы заинтересованы в его личностном родстве, рекомендуйте ему обратиться на шаг. Вот разобрал свои проблемы. Идеально, если вы вдвоем придете на консультацию и вдвоем поработаете. потом может быть с каждым из вас будет проведена отдельная работа. Это идеально. Но тут уже как пойду. В целом, я рекомендую вам изучить треугольность Карпмана, потому что вы в некоторой степени в нем находитесь. В целом, я рекомендую вам провести ревизию того, что вас объединяет, того, что вы хотите по отношению молодому человеку по отношению к себе и постараться увидеть связи между этими двумя сферами. сферами сферами недостойным. Вот что он будет чувствовать, если окажется достойным? Что он будет чувствовать, если почувствует себя достойным? что он будет делать в этом случае? Готов ли он к этому? Подумайте об этом. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить, потому что вопросы вы не задаете. Цели ваши тоже не совсем ясны, вы говорите, что вы его любите, но при этом не хотите что-то терять, как я и сказал, это немножко разные вещи, поэтому здесь не совсем ясен ваш запрос вообще к психологу, чего вы хотите от психолог, да? Ну вот, потому что ну в целом ваше состояние оно естественное. Если человек постоянно вас ревнует и устраивает сцену, то понятно, что лучше вам от этого становиться не будет. Другой вопрос, подходит ли вам этот человек и как бы что вы вкладываете в свое выражение, что он потихонечку меняет. и правда ли вы верите в то, что без психолога это решается. Ну как бы не очень понятно. То есть да, проблему вы описываете, но проблема выглядит так, что вы просто выбираете мужчину, который вас ревнует. Вам по-хорошему, вот по-хорошему, да? Что нужно было сделать? вот вот когда была первая сцена ревности, вы один раз человеку все как бы доносите свою позицию, и говорит тише, и если повторится, то как бы я скорее всего от тебя буду отдаляться. И вы отдаляете. Вот. А так получается, что вы снова-снова выбираете быстрый ревнивый мужчина, при этом никак его не мотивируя на капитальную работу над собой. То, что он там чуть-чуть потихоньку меняется, ничего не значит, потому что конфликты, которые являются основанием для ревности, они скорее всего никуда не уходят. Вот. Так что здесь вы жертва, ваш мужчина преследователь, классический треугольный карман. Выходите из повиски жертвы, начинают добирать личную ответственность за себя, оставляйте мужчину за свою личную ответственность, и быстрее он придет к тому, к чему должен прийти. По-другому не получится. На этом все. Надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом. удачи! Удачи! Удачи!